Музыка Я хочу сказать, что не так просто говорить, тем более, скажем, читать, провести заключение. После особенно свидетельств, которые мы слышим в эти дни. Я думаю, что события, которые мы пережили в эти дни, это пример подлинного общения, пример той синодальности, как сейчас принято говорить, как к этому призывает нас Папа Франциск. Мы в эти дни пережили опыт, я смею сказать, настоящей души между нами. Сегодня утром кто-то мне говорил, что немножко не хватает покаяния, примирения. И я думаю, что это, в общем, правда. Но, с другой стороны, мне кажется, что наш путь, особенно последних десятилетий, это именно путь покаяния, это не путь триумфальности, это путь примирения, или, как мне говорили еще другим, другой священник, ну, тоже сегодня утром. Наше время – это время, когда мы должны перестать играть в зоне. Ну, знаете, что в футболе сейчас принято играть в зоне. И мы должны возвращаться к тому, чтобы играть на человека. В этом смысле для нас, я считаю, очень важно, чтобы мы продолжили наш путь, подходя к конкретному человеку, с предложением нашей дружбы, с предложением нашего общения. И в этом смысле наше единство, наше общение – это то, что важнее, то, что важнее всего. Потому что сегодняшнему человеку, наверное, это везде, во всем мире, но точно здесь, у нас, именно не хватает этого простого доверия, простых отношений. Необходимо, чтобы снова общение царствовало в наших общинах, монашествующих, пресвятерах. Необходимо, чтобы общение снова стало главным между епископами. Необходимо, чтобы во всей церкви, во всем народом Божьим, снова царствовало общение. В начале моего священнического служения, именно здесь, в Сибири, я начал служить в России с 93-го года, именно здесь, в Новосибирске. И я помню, что на следующий день произошло буквально историческое, уникальное событие. Это была пастырская конференция, которая объединила в посольке на Оби, под Новосибирском, представителей католической церкви от Урала до Владивостока и дальше, до Южного Сахалина. Я помню, что в прессе на Западе, если память мне не изменяет, даже у Сарбадора Румани, знаете, тогда еще не было ни сайтов, ни состетей. Вот это событие назвали Синодом. И на самом деле, по сути своей, по формату, это и был Синод. Поскольку там царила именно атмосфера дружбы и общения. Я не вспоминаю это, скажем, с какой-то дежаву, с каким-то желанием или с какой-то ностальгией. Нет. Я это вспоминаю, потому что, как я вижу, это то, что нам нужно снова сегодня пережить. Я, например, прекрасно помню, что буквально все мы, священники, миряне, сестры, братья. Редко вспоминают братьев, но монашествующие обычно говорят сестры, но есть и братья. Но я прекрасно помню, что буквально мы все встали в очередь, чтобы посетить отца и дискупа, как мы назвали владыку Иосифа, после конференции. Но это для нас было, поскольку он случайно сломал ногу прямо перед той конференцией. Но для нас, на самом деле, это стало свидетельством этого общения. Мы не договорились это делать. Но буквально мы чувствовали это единство, это общение с епископом, между нами именно с епископом. У святого Августина есть прекрасное выражение относительно общения. «Ин чертис унитас, ин дубис либертас, сединомния каритас». Он пишет, что относительно явно истинно необходимо соблюдать единомысли. «Ин чертис унитас». Это, например, случай догнатов в церкви. Их нельзя просто изменить или смягчить по своему усмотрению. Это было бы неуважением по отношению к Богу, который открыл определенную истину в ее полноте. Напротив, относительно тех истин или принципов, для которых еще не раскрыта полнота, необходимо рисковать, интерпретировать, искать глубже. «Ин дубис либертас». Хороший пример этого – это литургический или молитвенный язык. Необходимо постоянно искать более подобающие формы выражения священного содержания. Однако, предупреждая Августин, критерием всегда должна быть любовь. Т.е. действовать нужно не ради утверждения своего мнения и не ради доктрины как таковой, а ради спасения. «Иномния каритис». Вот эти дни показали мне, по крайней мере, что мы все вместе совершаем еще один шаг по пути к исполнению нашей судьбы и судьбы нашей Церкви в России – быть соединенными воедино под главою Христова. «Кто-то вчера говорил, что благодарение Богу, что мы разрешили Христу, Господу действовать, что это не были наши как будто самовольные, да, самонадеянные действия. Нет. Это был Христос, который действует через Церковь, через те, кого Он привлекает к Себе. Необходимо позволить Ему своей любовью преодолеть существующие между нами разделения и раздоры, и поистине сделать одним телом». В этом смысле очень важно, что в предстоящий год и в нашей поместной, и во Вселенской Церкви пройдет под знаком синодарности. От греческого слова «син удос» – совместный путь. «Самая суть христианства состоит в том, что человек, сотворенный как оумовьятор существов пути, принимает Христа как путь, ведущий к Отцу и путь, которым Бог идет навстречу нам. во все времена Церковь сознавала себя прежде всего не как структуру или институцию, а как собрание. Собрание тех, кто вместе совершает путь, общину тех, кто идет за Христом с разной скоростью, и может быть на разном расстоянии, но с единой целью – быть спасенными любовью Христовой от рабства, греха и смерти». Святой Игнатий Антиохийский сегодня был цитирован. «Во II веке пишет общение в Эфесии, что все члены Церкви являются синодой, то есть спутниками, которых соединяет достоинство, полученное в крещении, и дружба с Христом». Это буквально Он так говорит. Он говорит, и это II век. С самого начала общение в Церкви, сама Церковь воспринималась как дружба со Христом, дружба во Христе. «Какими бы ни были пяготи искушения, омрачающие сегодня наши сердца, нам невозможно остановиться и оглядываться на прошлое. Нам нужно принять единственно верное решение – продолжать идти вместе, как говорит нам Папа Франциск. В пути вы сможете победить искушение статичной веры, довоствовавшейся определенными обрядами или старой традицией, сможете выйти за предели самих себя, неся в брудьяке радости и печали, чтобы жизнь не стала паломничеством любви к Богу и братьям. Прошу вас, непрестанно продолжайте идти, никогда не стоите на месте. Когда останавливаются епископы, начинают боять Церковь. Когда останавливаются священники, начинают боять народ Божий. Куда лежит этот путь, идти, которым зовет нас Христос? «Быть может, первое, что придет в голову многим – внутри себя, внутри души, глубже в Церковь, прочь от мира и его искушений. И хотя это отчасти верно, но лишь отчасти. Потому что, в конце концов, смысл всего, что происходит внутри Церковной ограды – это вновь выйти из нее, чтобы идти в мир, быть посланными в мир ради его спасения. С самого начала своего служения Папа Франциск настойчиво призывает нас стать Церковью у Исхода, выйти за собственные границы, за рамки зоны комфорта, у нас зоны комфорта мало на самом деле, чтобы открывать новые сферы общения и новые возможности для провозглашения благой вести, чтобы в новых встречах с братьями и сестрами по-новому встречать самого Христа». В недавней энциклике о социальном братстве «Фратерли Тутты» Папа представляет этот исход в еще более глобальном масштабе, призывая нас осознать себя спутниками людей и их культуры и религии. «Единое человечество, путники из одной отцы, дети одной земли, где все мы живем, и каждый богат своей верой или своими убеждениями, у каждого свой голос и все братья». Это тем более актуально во время такой глобальной трагедии, которой стала пандемия ковида. Она возродила ощущение, что все мы в одной лодке, где проблемы одного человека являются проблемами всех и каждого. Мы осознали, что никто не спасется в одиночку. Мы можем спастись только вместе. Мне кажется, что ответ, который свидетельствует владыка Евгений, это абсолютно право. От того, что мы не будем закрыться, от того, что мы будем рисковать выйти навстречу человеку, зависит будущее нашей Церкви. Господь Бог может найти любые способы. Я думаю, что свидетельство, по крайней мере для меня свидетельство карагандинской католической общины со своими буквально святыми, архиепископа Александра Хира, отца Буковинского, «сестру», в кавычках Гартруда, чтобы назвать только, ну, самые, может быть, вам известные. Это именно те люди, которые показали, что в любых обстоятельствах, даже в тюрьме, можно проповедовать Слово Божие, можно проповедовать спасение. И настолько правда, что Гартруду хотели убрать из тюрьмы именно потому, что скоро иначе даже директор колонии станет католиком, представляете. И это были отнюдь не простые времена, как в кавычках сегодня. Сегодня что рискуем, в конце концов? А тогда это был риск самой жизни. Католическая церковь в России, пусть и малая, но неотъемлемая, часто многонационального и разнообразного общества, всему призванию стремиться быть более внимательными и открытиями к той свете, где проходит большая часть нашей жизни, и в которую, как в муку, сам Господь нас вмешивает, как евангельскую закваску. Даже если это не просто, у нас возложена обязанность воспринимать общество, как поле диалога, где нашими устами сам Христос может говорить с нашими современниками. Поэтому наша католическая церковь в России призывает всех нас, и каждого из нас отдела, и всех нас в общении друг с другом, не только откликаться на проявление доброй воли и нужду, но и отваживаться самим делать спевые шаги. И в наших молитвах, и в наших делах мы должны быть внимательными и открытыми к тому, что происходит в обществе. Весь радость и надежда, скорбь и тревога наших современников, особенно бедных и всех страждущих, это также радость и надежда, скорбь и тревога учеников Христа. И нет ничего по-настоящему человеческого, что не находило бы отклика в их сердцах. Будем помнить, что смысл присутствия христианина в обществе не в том, чтобы навязывать собственные доктрины, вести словесные баталии или стараться привлекать в свои ряды новых адектов, а в том, чтобы через слова и дела, милосердие передавать миру любовь Божьей. Христианская любовь, выражаемая конкретными жестами, заботой друг о друге, не исчерпивается личным измерением. Это также любовь гражданская и политическая. И она проявляется в действиях, направленных на созидание лучшего мира. Любовь способна проявляться не только на уровне тесных и близких отношений, но и на макро-уровне социальных, экономических и даже политических отношений. Все это сферы, где и осуществляется замысел Божий о человеке и о человечестве. И мы призваны делать общество, в котором мы живем, более открытием для действия Бога. Дорогие братья и сестры, позвольте мне в конце этого прекрасного события поблагодариться еще раз епископа отца и епископа Иосифа за организацию этого пастырского синода. И вместе с ним поблагодарить всех тех, кто организовал это событие. Это было и многие, которые даже не видны были. Потому что кроме цаяниса, что любят немножко как-то показаться, но были другие, которые более за стенами, скажем, театра находились. Хочу особым образом благодарить Леру и Игор за сопровождение богослужений. Вы знаете, что у Августина есть прекрасное выражение, что тот, кто поет, молится два раза. Но если петь плохо, не знаю. Поэтому надо быть очень благодарным тому, кто помогает нам на самом деле петь с тонцем, даже с эмоциями. Потому что это не просто сентиментальность, а именно способ глубже переживать те слова, которые мы произносим. Это, конечно, не касается нашего нунди, потому что, как он часто говорит, если он поет, все уходят из храма. Поэтому мы его простили. Хочу поблагодарить всех участников со всей России. Это тоже не просто сегодня. Владыка Иосиф напомнил в своем вступительном условии, что, увы, из-за условий пандемии было непросто собирать этот Синод, эту конференцию, это общение. И мы хотели еще раньше это делать, но было невозможно. Потом мы решили, что все-таки лучше это делать. И на самом деле хорошо, что мы это делали, как мы 26, 25, 27 лет назад делали здесь, в Новосибирске. Потому что это возможность смотреть друг на друга и понять, что мы находимся в одном, в одном, в одном организме. Хочу поблагодарить архиепископа Джованни Даниэлью Нунциа в Российской Федерации. Надо сказать, что послание Папы Франциска, которое является также его заслугой, было на самом деле прекрасное послание для нашего собрания. Я не знаю, сколько поместниц церквей могли бы получить такое послание только за 30 лет своего, в кавычках, существования. Благодарю архиепископа Тадеуша Кондрусевича за его, на самом деле, надо сказать, прекрасный доклад. Нам, конечно, немножко не хватало его колоритных свидетельств, но мы простим за это в этот раз его. Потому что на самом деле был очень мощный, но и обоснованный доклад. В этом никто не сомневается. Пусть Господь тогда благословит и сохранит католическую церковь в России, ее пастыри и верных. Спасибо всем! АПЛОДИСМЕНТЫ